Что посеешь? В городе ликвидирована нарколаборатория. Останавливается причастность к сбыту наркотических средств. Что грозит горе-агроному? Частное подворье. В Могилевской области ликвидировано подпольное производство. По фактам нарушения ветеринарных норм и налогового законодательства проводится проверка. Кому продавали говядину из-под полы? Животный инстинкт. Под бобруйском собака загрызла пенсионерку. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Кто перешел грань? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы ложимся ровно в 10 минут. Засекайте. 24 мая около половины пятого вечера на трассе под Бобруйском водитель въехал в дорожное ограждение и погиб. 40-летний мужчина двигался в сторону столицы. На 108-м километре житель Кобрина наехал на знак. От полученных травм он скончался еще до приезда скорой. По предварительной информации водитель мог уснуть за рулем. На месте происшествия работают правоохранители. Выясняются обстоятельства. Опасная беспечность. В Бобруйске 12-летний мальчик получил ожоги. 19 мая около 6 вечера ребенок варил пельмени на газовой плите. Когда он потянулся за специями, загорелась рубашка. Мальчик смог самостоятельно потушить одежду и позвонить маме, которая в свою очередь вызвала скорую. Подросток, к слову, был дома один. Сейчас он госпитализирован. В Беларуси участились случаи ЧП с детьми. Здесь и падение с высоты, и пожары, и аварии. Ответственность за ребенка всегда несет родитель. Зачем взрослые пренебрегают элементарными правилами безопасности? Вопрос риторический. Ольга Васенда разбиралась в теме. К месту вызова. А это многоэтажка на Ковзаном. Спасатели прибыли за считанные минуты. Один дома. 13-летний мальчик. Известно, что он делал поделку и обжигал ее спичками. Тушил и выбрасывал. После обнаружил, что на кухне загорелось мусорное ведро. Благо, не растерялся и позвал на помощь. В результате пожара ребенка госпитализировали в учреждении здравоохранения с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Предварительной причиной такого пожара стала детская шалость. Беда не приходит одна. Особенно, если ребенок остался без присмотра. На волоске от смерти оказалась и двухлетняя девочка из Молодечном. На этих кадрах видно, как малышка держится за карниз, а после камнем падает вниз. От неминуемой гибели ее спасают бельевые веревки. И это далеко не первый случай в этом году. Похожая ситуация произошла в Минске. С еще большей высоты сорвался двухлетний мальчик. Чудом выжил. Во избежание подобных трагедий спасатели рекомендуют оборудовать окна различными блокирующими устройствами. У нас двое детей. Мы поставили девятый этаж, чтобы дети были всегда под присмотром. Не лазили на окна, на подоконники. Дети такие юркие, что каждая секунда может сыграть роль важную. У меня стоят такие ручки специальные для окна. То есть я все-таки берегу своих детей. Нужно окна держать закрытыми при детях и контролировать за детьми, а не заниматься своими делами. Пятилетняя девочка утонула в подвале. Двое детей утонули в искусственном водоеме. Шестилетний мальчик утонул в бассейне. Заголовки новостей в летний период то и дело шокируют. Случаи и места трагедии разные, а вот причина одна – недосмотрели. Беспечность, как известно, уносит жизни. Купальный сезон еще не начался, а количество смертей уже пугает. Большой опасной стоят в себе несанкционированные пляжи. Акватории в запрещенных местах не обследованы. Подростков туда так и манит. Пример прошлогодний, когда 14-летний юноша погиб, споткнувшись под водой о железобетонных остатках строительства от моста и утонул. На 15 мая текущего года в Республике Беларусь погибло от утопления 115 человек, включая четверых несовершеннолетних. Самые тяжелые травмы, как показывает статистика, дети получают на проезжей части. Причем виновники 80% случаев – взрослые. Перевозят малышей непристегнутыми и без автокресел. Другие просто не успевают среагировать вблизи пешеходных переходов. За примерами далеко ходить не надо. На Минской в конце апреля не разъехались Рено и электросамокат. Дети 10 и 11 лет двигались по тротуару на одном девайсе. Водитель в это время поворачивал направо и не уступил дорогу. Благо, обошлось без пострадавших. Госавтоинспекция призывает родителей безопасно перевозить детей, а также напомнить юным пешеходам и велосипедистам о правилах пересечения проезжей части. Объясните детям, что выход на дорогу из-за стоящих транспортных средств очень опасен. Кишат скрытыми опасностями и хитрыми уловками. И социальные сети. МВД предупреждает. В последнее время увеличилось число груминговых преступлений. Теперь педофилы знакомятся с детьми онлайн, принуждают к близости не с помощью угрозы насилия, а через манипуляции и шантаж. Порой выдают себя за ровесников жертвы. В других случаях, наоборот, не скрывают свой возраст и втираются в доверие. Родителям важно на более ранних этапах установить доверительные отношения со своим ребенком, знать, с кем он дружит, знать, где он проводит время и чем он там занимается. Точно так же родители должны насторожить появление нового человека в жизни их ребенка. Этой особенностью подростков могут воспользоваться взрослые для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. И таким образом дети могут быть втянуты в противоправные действия. Легкие деньги – еще одна проблема поколения Z. Беда в том, что нередко закладчиками запрещенных веществ становятся дети. Подработку опять же находят в социальных сетях. Незнакомцы, как правило, выходят на них сами. Подростки ведутся. Обороты наркотиков – миллионы долларов. Только вот цена погубленных жизней дилеров абсолютно не волнует. И это не говоря уже о том, что от курьера до потребителя всего один шаг. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Сирена. Мертвая хватка в Бабрюйском районе. Лабайна смерть загрыз пенсионерку. Инцидент произошел в субботу во дворе одного из частных подворья грагородка Ковалим. Местный житель обнаружил 66-летнюю женщину без признаков жизни. Рядом с истерзанным телом на привязи сидела собака. Знакомый хозяина дома оттащил животное и вызвал скорую. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Следователи выяснили, что погибшая проживала через несколько домов от места трагедии. Следственной оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина, изъяты следы и объекты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Это уже не первый случай. За последнее время 9 мая в Новогрудском районе бойцовский пес загрыз хозяина прямо на глазах малолетнего ребенка. Садовник-самоучка. В Бобруйске ликвидирована нарколаборатория. Оперативники задержали 34-летнего безработного местного жителя. У него в квартире обнаружено помещение для выращивания запрещенных растений. Изъято 15 кустов канапли, марихуана, а также оборудование. Осветительные приборы, система вентиляции и полива, таймер, семена каннабиса и удобрения, полимерные емкости с грунтом и два гроубокса. Задержанный пояснил, что выращивал растения для себя. В настоящее время устанавливается его причастность к сбыту наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Белосмерть в Могилеве задержан наркокурьер-международник. У 46-летнего россиянина обнаружено около 2,5 килограмм мифедрона. На протяжении двух месяцев мужчина работал на наркомаркет и перевозил в Беларусь крупные партии особо опасного психотропа. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению иных фактов противоправной деятельности фигуранта, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Домашняя говядина в Могилевской области ликвидирован подпольный мясокомбинат. Незаконной деятельностью по скупке, разделке и реализации товара занимался 38-летний бизнесмен. Мужчина приобретал скот за наличные в фермерских хозяйствах. Для заморозки и хранения туш предприниматель приспособил свой дом. Здесь правоохранители и обнаружили производственное помещение и холодильное оборудование. В жилище хранилось фасованное по 12-20 кг говядины общим весом более 16,5 тонн, а также свыше тысячи банок тушенки. Естественно, соответствующих ветеринарных документов на продукции не было. В настоящее время по фактам нарушения ветеринарных норм и налогового законодательства проводится проверка. Продукцию бизнесмен реализовывал в Беларуси и соседних странах. Жар костей не ломит. В Бабульском районе горела баня. ЧП случилось 21 мая в деревне Большие Бортники. Сообщение о пожаре поступило спасателям в полдень. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя. К счастью, обошлось без жертв. Обуглены стены, перекрытие, потолок, уничтожено кровля. Причины выясняются. Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации пожара, незамедлительно наберите по телефону 101 или 112. Обязательно объясните диспетчеру, что происходит на ваших глазах и желательно сориентируйте спасателей. То есть назовите точный адрес. И помните, пока вы общаетесь с диспетчером, помощь уже в пути. Еще один инцидент произошел в Бобруйске. 20 мая около 11 вечера на Минской, на площадке для крупногабаритных бытовых отходов, загорелся мусорный контейнер. Спустя три минуты сотрудники МЧС уже тушили пламя. Пострадавших нет, уничтожен лишь забор из металлопрофиля. Мгновение ценой в жизни в Беларуси в преддверии летних каникул пройдет акция «Внимание, дети!». В светлое время суток с 25 мая по 5 июня водители обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Штраф до 111 рублей. Особое внимание в это время уделяется профилактической работе с родителями. В среднем 80% несовершеннолетних получают травмы на дорогах в теплое время года, с мая по октябрь. Большая их часть – летом, когда дети остаются без присмотра педагогов и родителей. В прошлом году под колеса автомобилей попали 42 ребенка. Чтобы избежать трагедии, в ГАИ напоминают – водителям нужно заранее снизить скорость при приближении к пешеходному переходу или остановочным пунктам, оценить условия видимости и обзора. На одни и те же грабли пенсионерка лишилась 11 тысяч рублей. В 84-летней потерпевшей на городской телефон поступил звонок от якобы сына, который попал в аварию и из-за него пострадала девушка. На том конце провода просили передать деньги курьеру, что женщина и поспешила сделать. Правоохранители по горячим средам задержали 22-летнего жителя Минской области. Фигурант пояснил – он недавно потерял работу, поэтому решил уйти во фриланс. И благодаря знакомой дело нашлось. По заданию куратора молодой человек успел посетить только один адрес. Милиционерам пенсионерка рассказала, что знала о таком обмане, но аферисты использовали психологическое воздействие и манипуляции, поэтому она выполняла все их указания. Уважаемые граждане, при поступлении подобных звонков немедленно прекратите разговор и сообщите о произошедшем в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. На счету каждая секунда в Бобруйске охранная сигнализация спасла жизнь горожанки. ЧП произошло в многоэтажке на пятом микрорайоне. Хозяйке одной из квартир прямо перед дверьми собственного дома стало плохо. В полуобморочном состоянии женщина зашла в жилище, но забыла снять его с охраны. Естественно, в мгновение ока на пороге появились сотрудники департамента охраны. Горожанка к тому моменту уже лежала на полу. Ее тут же передали в руки медиков. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютубе и соцсетях. Я Кристина Рианс. Увидимся через неделю.